Мы заметили то, что вы стараетесь и выкладываете наши нарезки. Попробуйте разные хештеги и названия, создавайте новые аккаунты, экспериментируйте, и тогда у вас все получится. Мы верим, что вы соберете свой первый миллион просмотров и получите 2000 рублей. Если вы думаете, что мы вас не замечаем, это не так. Мы смотрим всех, кто нас выкладывает, и ты тоже можешь попасть сюда в видео, если просто выложишь наш ТикТок. И хотим показать пару аккаунтов, которые все равно стоят на своем и выкладывают наши ролики в ТикТок. У вас получится, спасибо вам. Смотри, Вадим. Это похоже, как раз там место, да. То есть на это максимально похоже, потому что там есть такая же труба. Да, посмотри, он дальше показывал, он в трубу залазил. Вон в люк поля, смотрите. Школьный. Видно? Да. В люке реально... Он совсем молодой. Ну, мы будем давай тогда в той местности искать. Это вот примерно Вадим. Это примерно вот тут, вот, вот, вот тут. Вот даже вот этот плюсистый мест. Да, и вот, 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 вот тут люк, короче, находится. Сейчас, короче, мы идем, проверим это место, проведем слежку, посидим там. Не знаю, надеюсь, что он там. Посидим там несколько... Сколько получится. Сколько получится, как найдем его, короче, вот. И пообщаемся с этим мальчиком, почему он живет в канализации, и почему, ну, просто, просто представьте эту ситуацию. Это невообразимо. Пойдем? Вернем. Похоже вот на это место. Пойдем, короче, посмотрим. В принципе, по координатам это находится здесь. Он там придет? Ребята. Ну да, это прям реально то самое место. Смотри, там вода. Мне кажется, он может туда лезть для чего-то другого, там туда лес ходить. Умыться. Смотри, давай. А фиг вы знают на самом деле. Давай туда, короче, смотри. Туда камеру поставим. Вот это вот оттуда. И мы будем ждать, кто посмотреть. И ждать, когда он выйдет. Окей? Все это, давай. Камеру вставляем, ждем его. Ребят, мне кажется, что это полное просто... Ну, нас обманули. Мы стоим тут уже час. Ни единого просто нету шанса. Даже я ничего вот не видел. Никакой мальчик не проходил, никто не вылезал. Мне кажется, что они нас просто обманули подписчиками. Не знаю, давай хотя бы попробуем у жителей каких-то поспрашивать. Это дофига людей ходит, которые, возможно, видели и знают эту ситуацию. Просто нужно поискать, потому что народу реально много. Я уверен, кто-то... А, вон там бабушка. Слышь, вон там вот идут люди. Ну, а давай с этой стороны. Вон там вот девушка. Ну, вряд ли она. Вон бабушка. Давай к бабушке. Подойдем, спросим. Друзья, мне кажется, что это... Либо было просто новое видео, чтобы привлечь внимание просто к нам. Понимаете, понимаешь, Вадим? Они могли спокойно сделать это. Они спокойно могли просто снять видео, чтобы мы ему ответили. И мы просто тратим свое время. Да, ну я вообще-то здесь. Что за камеры вы снимаете? Извините, пожалуйста, мы просто, ну, чтобы объясниться. Мы снимаем про мальчика, который живет в этом районе. Говорят, что есть мальчик, несовершеннолетний, кто живет в канализации. Ну, мы можем видео показать просто. Да, давайте я вам... Посмотрите, он просто залезает в канализацию, посмотрите. Вроде он. Можно я очки одевать, посматривать? Очень похож. Вроде он, вы его видели? Да, было, я видела здесь мальчика, который в канализацию заходил. Да, похож он. Вот, а вы не знаете, где он, может быть, обитает? Нет, я его здесь вижу больше ничего не вижу, не знаю. Понятно. Тогда большое спасибо, хотя бы, чтобы подтвердили эту версию. Да, бывает иногда, да. Спасибо большое. Ну, хотя бы, хотя бы нашу версию подтвердили. И у нас есть надежда, что мы реально встретим этого парня и найдем, и получится все у нас. Ну, тут с ним уже, блин, уже темно, ребят. Слышь, лезет, лезет, лезет. Это он, это он, это он, который был на виде, слышь? Пойдем к ним, блядь? Сейчас, не, не, давай посредим, что он будет делать. Достал, бутылку достал, тряпку достал. Он тачки у них собрал. Слушай, ну, ну, а что еще ему делать? Посреди на листатку дадим к нему? Нет, давай, давай сейчас еще раз выйти. Посмотрим, что он будет делать. Если он тачки моет, то мы можем подъехать к нему, типа... Да, да, он тачки моет. Давай, пойдем, пойдем, пойдем на машину, в машину, короче, дадим ему косарь. А? Да, он тачки, он тачки моет. Погнали. Погнали. Короче, сейчас мы решили такой план. Мы сейчас ему дадим денег, тысячи рублей, подъедем. Если он помоет этот, то мы ему дадим тысячи рублей. Посмотрим и спросим его, что вообще случилось. Мы решили немножко переделать наш план и не сразу к нему подходить. Посмотрите, вообще, стоит ли ему помогать. Какой-то человек. Вот. Но видно, что ребенок лет 17 ему. И это очень странно. И почему он живет канализацией, тоже это все вопросы, понимаете? Вот, ребят, он стоит. Может, подъедем сюда, попракуемся? Ну, сейчас подожди, если он к нам подойдет. Ему, походу, все отказывают, и никто не хочет туда. Бей, 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 бей. Если он к нам, конечно, подойдет. Ну, давайте сами к нему подъедем. Давай, подъедем. А ты убираешься здесь? Хочешь протереть машину? Окна, могу протереть зеркала, степа. Давай, окей. Давай. А ты зарабатываешь, да, так? Пусть помой сначала, сейчас. Сейчас он так вскрытый с ним. Да, он прямо... Он прямо мат. Ну, ему лет 17, реально. Все, ладно, иди сюда! Ну, ладно, да, окей, не надо, в принципе. У нас и так чисто. Иди сюда. Мы хотим тебе, это, тысячу дать. Спасибо за работу. Спасибо большое. Только подожди, посмотри, пожалуйста. Пообещай мне, пожалуйста, что вот ты сейчас пойдешь и эти деньги потрачешь с умом, хорошо? Да, я на покушке, я, ну, честно, не трачу деньги там на алкоголь. Слушай, я, все нормально вообще. Сколько тебе лет? Ты на 17, где-то 16 выглядели. Ну да, 16. 16 лет тебе? А где ты живешь? Ну, здесь. Что здесь живешь? Ну, в лесу. Там есть люк. В люке живешь? Жесть. Ну, мы бы просто как-то тебе могли помочь, я не знаю, что-нибудь. Да вы и так помогли. Ну, на еду спасибо большое. Ну, я надеюсь, да. Надеюсь, ты на еду это потрачешь. Ну, окей. Тогда удачи тебе. Только аккуратней, тут машина ездит, могут. Да, только обещай, что сейчас пойдешь и тогда покушаешь и так далее, что не чистить сейчас ничего, хорошо? Да, спасибо большое. Все, давай, пока-пока. Спасибо. Давай. Ребята, это пипец. Ему 16 лет и он живет в люке. Сейчас будем сейчас следить. Говори, звони, короче, второму оператору, говори, чтобы он следил сейчас за ним. Потому что надо проследить. Он не уходит, он стоит. Следи, пусть он его не упустит. Сейчас мы посмотрим, куда он на эти деньги пытается. Так, ну что? Давайте тогда продолжаем двигаться, чтобы у нас главное не стоило. Интересно управлять. Интересно управлять. Ну что, он наш косарь дает? Бабушке какой? Бабушке дал деньги. Который бы мы их дали, он дал деньги. Офигеть. Он дал последние деньги бабушке. Вот понимаете, человек, друзья, без денег, без жилья, и отдает свои последние деньги. А бабушка ему что-то хочет дать, что-нибудь? Штанишки ему подбирает. Штанишки ему подбирает. Интересно сейчас идет. Опять в люк лезет? Вскрыл люк, фонарик. Может быть, это его дом? Ребята, сейчас, короче, мы полезем к нему и узнаем, где он живет. Нет, не покажешь. Ребята, короче, мы сейчас полезем к нему в люк и узнаем, где он живет, в каких условиях. Главное, чтобы он нас нормально принял. Вроде он был адекватный. Интересно, какой люк? Вот этот люк. Я тут не помню, тут их много. Короче, надо... А чем мы их откроем-то? Блин, а чем мы откроем? Короче, самое главное... Самое главное, это то, что... Главное, чтобы он нас не выгнал. Чтобы он сейчас нормально это все воспринял. Чтобы мы не хотим его унизить, поставить, ну, на камеры. Сказать, что мы вот снимаем такое документальное это... Тебе люди помогут. И чтобы он успокоился. Потому что мальчика реально жалко. Главное, чтобы он понимал, что мы хотим ему помочь. А не чтобы высунуть его на камеру. Это самое главное. Ребята, я надеюсь, он не... Стой, не отреагирует. То есть, стой, стой. Если что мы слышали, если что мы просто снимаем? Просто снимаем люк. Сзади этот рабочий. Так, ребят, что вы здесь делаете? Люки воруете? Какие люки? Нет, 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 нет. Мы снимаем... Меня... Меня вчера пару люков утащили. Нет. Есть зарплата платить. Ну, это не мы. Помогите отсюда. Нет, мы просто стоим... Нет, мы просто снимаем. Пиши видео на фоне. Ромка, понимаете? Там вообще опасно. Идите отсюда. Ну, мы немножко... Сейчас уйдем. Минуту подождите просто, и мы уйдем. Давайте идите. А то охрану уйдет. Не, ну мы же ничего не делаем от блоков. Мы просто стоим на фоне... Нам люки не нужны ваши. Мы просто снимаем... Вот видите камеры, смотрите. Идите отсюда. Окей, хорошо. Вам русским языком говорю. Хорошо. Уходим. А вы кто? Работающий? Кто вы? Да, я сотрудник ЖКХ. А... И что, вот я вижу жилетку, и все, больше ничего не вижу. Сейчас охрану вызову. Почему? Мы должны уходить просто потому, что вы сказали. Мы стоим здесь. Ребята, идите отсюда. Русским языком говорю. Пойдем. Ладно, все, до свидания. До свидания. Не дают нам ЖКХ-шники, блин, даже пообщаться, делать какое-то дело доброе. Не знаю, сейчас мы, короче, отойдем просто на время и вернемся, мне кажется. Да, уходим мы. Уходим. Все, идем, идем. Уходим сейчас. Нифига нам не дают поснимать, потому что тут... Снимайте в другой месте. Ну, мы тут можем снимать. Вон там, да. Я, граждане на российской взятии взялся, я могу снимать на поле каком-то непонятном. Я там не могу снимать, там громко. У вас разрешения нет на съемку. На какое разрешение мне нужно на съемку? Я могу тут спокойно снимать? Нет. Почему я не могу присоедать на поле? У меня времени много, я тоже работаю. Как вы работаете? Я вызвал полицию. Если вы не понимаете, все. Все, пойдем. Друзья, мы продождали 20 минут, пока уйдет этот ЖКХ. Не знаю, он меня так просто вывел из себя. Ну, это его работа, я не знаю. Да, это его работа. Мы 20 минут прождали. Мы могли бы к нему сейчас залезть. На самом деле, в этом мне немножко стремно лезть, потому что вдруг у него, ну, немножко... Я не хочу его оскорбить, но вдруг задалось, что... Давай я, для начала, просто на меня обязательно прям лезть к нему уже будем. Просто посмотрим, что там у него происходит. Вообще, пустит он или нас, или испугается. Поэтому лучше, я думаю, пойдем, попробуем побыстрее с ним как-то пообщаться, пока не наступил совсем ночью. Просто, понимаешь, человек, который 17 лет, он будет жить в детдоме, не будет жить там. Пойдем, пошли. Пойдем, пошли. Пойдем, фигурки. Пойдем, erschли. Пойдем. Пойдем, пошли. ЖКХшник, это не вышел опять? есть кто-нибудь тут привет а мы те ребята с дороги него не пугайся мы тебе тысячу дали сегодня помнишь нас а можно мы спустимся по пообщаемся тебя по извини мы за тобой немножко тут проследили просто хотели посмотреть как ну что ты делаешь как ты живешь ничего если мы поснимаем тебя нормально точно давайте так если тут места так мало я узкого ничего страшного если мы снимаем да прям разрешаешь мы не в стиле не в целе что-то мы подробнее испытали может люди наоборот тебе помогут и посидеть давай давай сядем да пообщаемся да можете да если не смирайтесь не резко и садитесь я здесь удобненько тут у тебя на самом деле ну да тепло на самом деле тепло ну вот из этих труб не греет сушат и этот сушишь так одежду да да я иногда хожу там это будет стирать и там приношу и на другой суши слушай а у меня вот такой вопрос родители почему ты не в детдом пошел почему там у тебя родители есть вообще родители год назад не стало сдавать попали не хотели без когда он забрать но я убежал потому что потому что хочется на свободе детский дом это как тюрьма постоянно находишься прислать слышу хорошо и пиваешь и наладить просто много людей достаточно в трудных ситуациях с главным не сдаваться и идти к своей цели и все получше мы вот снимаем про дизидон там тоже ребята они все как бы загнанные в угол вот мы как-то пытаемся их взбодрить там развлекать вот это все будет хорошо хорошо может кто-нибудь увидит тебе как бы поможет у тебя есть какая мечта чем чем ты хотел бы заниматься но работ нормально эти просто я подрабатываю хожу там как не подрабатываешь ну иногда и там там если нахожу хоть чермет сдаю а вот я вижу тебя принтер лежит это ты тоже сдаешь тебе продаешь ну да иногда там нахожу какую-то технику где-нибудь на мусорке как получается заработать на этом прям немного на жизнь хватает у тебя тут у тебя чаек вообще на самом деле для для места где ты успокоишься нормально где место жизнь хорошая просто нужно немножко прибраться тут все организовать да не здесь чисто меня устраивает скажи а как вот ты просто людям будет интересно мы тебе поможем поэтому давай я не знаю как сказать это хостел мы тебе можем снять это не за ребят спасибо не надо мне здесь не дорогой нам на усилия не упадет вот просто недорогие да я просто привыкну такой жизни друзья здесь расскажи что жар почему ты сейчас будешь мы задели тебя просто родители немного другая жизнь хотелось бы конечно чтобы все получше было нормально стало работа была как побычный день ты еще молодой у тебя все да поэтому наш честь некоторые взрослые мужики они задаются ты тебе 17 лет почти и ты держишься ты красавчик нет я вообще не пью сейчас сам запрачу ты как бы не выглядишь как бы спортом пытаюсь заниматься а ты еще спортом занимаешься ну да это очень получается родители твои попали в катастрофу ты не решил не пойти в детский дом решил выжить на свободе как я понимаю сушишь вещи зарабатываешь вот так на чермете а моешься стираешь ну в пицце иногда хожу альбе как и кушать да ну да пока и на виде кушаешь не вот вопрос интересен да вадим мы дали тебе 1000 рублей ты отдал бабушки что за бабушка ну это же бабушка была она тоже бедом да да там ситуации еще курс чем у меня ну и возраст ей нужны деньги за душу взял он когда ты в тот момент это делал прям реально это ну сильно очень-очень я не знаю такого просто не видел никогда нигде старайся помогать это очень ты узнай так очень да и давно знаю ты живя тут отдал деньги последние которые тебе были данные ну да он там было это добро старайся помогаясь тоже и просто тяжелее деньги достаются ты в принципе тяжелее чем не ты большой молодец я просто поражен все видел просто слова пропадали знаешь в один из за все выпутки еще не встречал я еще не встречал мы специально не подошли тебе когда-то будет за люка кстати а что ты в том руки дел почему говорят что ты оттуда врезал ты там что делаешь вода ты про вода там воруешь но да и как раз ну еще вот чермец даю а ты там и ищешь конечно даже потому что канализация все смывает ну да но бывает такого то что ты не воруешь для получать там кто-то нет потому что если можно хочу сказать вот многим людям просто представьте я еще скажу посуду на свой зритель все хорошим представьте ребят человеку 16 лет он живет тут и после он зарабатывает честно не воруя живя вот в такой жизни он не ворует не делать ничего противозаконного и еще последние деньги которые мы ему дали на еду и так далее мы проследили за ними он отдал их бабушки представляете силу воли человека и это очень похвально слышишь и я думаю что подписчики наши они помогут тебе и мы тебе поможем и они тебя поддержат и мы тебе поможем давайте вот я тебя в следующий раз это первый ролик с тобой мы к тебе не против еще придем ребят напишите пожалуйста ему прям все что вы думаете об этом напишите в комментарии мы покажем поставьте лайк если вы за него сделайте приятный мне кажется тебе почитаешь тебе приятного покажем покажем да это очень круто давай тебе немножко пройдемся да все не грусти нормально можно можно посмотреть как ты живешь да это саник пожалуйста показывай что это это чай ты бьешь ты чай любишь потому что я кофе вот не вижу или ты ношу только чай да нет я его купил купил тортик круглый год тортик это иногда ну а ты вот ты когда по т.ц. вот ходишь и там ну и ешь не получается наедаться ну иногда получается но вот там кто-то колу оставил стаканчик с собой принес а вот чайник у тебя чайник чайник ну я нашел если получится здесь нет подключения да нет на хостел мы снять слышь ребята вы поддержите на тех хостел сейчас на первое время и не надо отнекиваться нет нет нормально проживешь поможете и так далее хотя бы пара пара 16 лет блин а ты живешь нет нет это неправильно только вот ты точно не пьешь да не куришь не пьешь мы тебе еды купим и да так надо хостел блин снимать а у тебя друзья есть 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 недалеко тут живут на улице нет в лесу на улице они тоже бездомные да а ты можешь с нами с ним познакомиться ну могу но не сегодня а почему у нас там просто такая ситуация конфликтная какая конфликтная ситуация с ним ну прям по моему то что деньги зарабатываю честно трудом они ну потому что я молодой не отжимают все деньги ну не то что мы это ловит друзья пойдем разберемся скажем что вы деньги да он сам заработает деньги они потом проблем на день просто проблем побьют ну придут разбираться ну давай с ними сберемся пойдем надо начинать что-то новое у нас много сейчас будет они стараются все ночное группа запугаемых чтобы и камеры свет но можете ну так не говорить что я вам сказал хорошо пойдем просто отведешь нас хотим зайдем пойдем они все а можете выйти пообщаться надо а вот просто смотрите он жалуется хочу и говорит о том что вы деньги у него помогаете забираете вы честно заработать честно заработали забираю он а по его кашу и а как понимаете даже крыша вами это что значит этого когда его правы приходят обращаться камни это правда миша а почему-то так и что они просто деньги забирают но они помогают мне когда у меня какие-то проблемы если кто-то приходит ко мне домой вы тут живете да да она власти заходит иногда бывает а вот если зимой например и минус 20 для минус 20 а почему вы не хотите в тип но в теплосеть там теперь у меня хватит или мы идут свою машину газели а это как палат отдых отдых на роду смотрите просто мишу мы забираем и он больше не будет просто не обижайтесь там на него ничего он просто не не надо думать что он будет еще жить он он будет вам постоянно к вам обращаться да если мы ему мы мы ему поможем попробуем помочь больше денег он действительно будет помогать да а если он будет обращаться ко мне когда так будет ну блин ну я не знаю вряд ли такое будет ну давай посмотрим он деньги деньги брали здравствуйте здравствуйте а скажите пожалуйста вы пришли типа а это разговора раши ты вот так разговаривать а ты еще там какой разговор идет в последствии эта женщина начала бросаться на нас такие кадры мы сюда выложить не можем поэтому мы их выложим в telegram все ссылки в описании ребята у нас сели все аккумуляторы поэтому на телефон хотим сказать что мы пообщались с твоими ребятами они дали добро прочее не знаю мы еще спрашиваем них добро ты свободный человек и сам об этом говорил мы сейчас везем его в постам на этом ролик заканчивается потому что снимать мы не можем камеру систему на телефон поставьте лайк за него напишите комментарии что вы об этом думаете а мы прощаемся всем пока пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok